а вот смотри я на днях говорил ведь я говорю вот я из выдерну ее там я а потом сам горки какой роли не играет а сейчас попросил пока володя то и сразу защит имеет какое-то значение что выдернуть а потом поставить камеры имеет да ну вот а я несколько раз ему говорил он говорит нет никакого значения не имеет я говоря я несколько раз так делал и появлялась и иной раз можно в другое юсб канал вставляете все а я это не знаю как да рядом и гнезда вы из одного выдергаете в другой вставляете вот на показатель не говорили это я вам приедем попрошу показатели так форматировать программу вас где вы ужимаете вот это вот программа называет называется формат факторе так вот где где ужимается вот там можно переформатировать вот у вас эти ролики в каком они формате находится в mp или вами правой клавиши нажать свойствах и посмотреть я это дам прослушать кто это делать я то не делаю но дело того чем что вот которая автозапись а такая как с вами сейчас идет она не не терпит ужать ее она делает более расширенно если был гигабайт то есть я его уже мы эту правду не за не заметил вот этот разговор то она делает его один и три десятых зачем мы обужать и говорит мне говорю надо другой формат перевести как я вот делаю я перевожу другой формат как он называется формат этот другой я не знаю в каком формате у вас сейчас находится ладно вот эта запись идет в одном формате но она не ужимается вот этот разговор автозаписи а потом чтобы кто там делает я скажу вы посмотрите в другой формат поставить тогда ну один ролик попробуйте и поставьте в том интернете и посмотрите какой результат будет жалко как так над всеми потом проделайте из 18 роликов сегодня ночью там кто там делал 17 без звука но это ладно не страшно главное что они в этом самом слышны на компьютере а то что в интернете формат поменять надо а тут все слышно у меня как-то было что-то снимал и хорошая запись была такая там с ребятишками и как что-то нажал и она в таком ускоренном темпе вот так вот бегает и и сколько я не бился горит нет горит еще уже не сделать она так записалась ничего не делать это опять же у меня в деревне много таких было роликов но вот записано это за плохого интернета а это не интернете это на самом аппарате этом записалось вот на этом я тут что-то нажал при записи играть если бы на нем было записано а правильно то на нем неправильно и никто не мог выправить пришлось выкинуть его на видеокамере на самой что-то он там нажал и она начал быстро съемки снимать ну если быстро снималась она на видеокамере то можно тоже программе в одной есть и программы его наоборот эту скорость уменьшить не могли просил программистов просил показывал и разговор очень хороший был допрос ребятишек был кто первый залез коровом туда такой разговор был как они это пикировались но они не могли сделать я бился бился и так и выкинул это вы наверное поставили там скорость дело в том что увидел захвата видеофильма 25 кадров в секунду вот а если их уменьшить она уже будет меньше кадров захватывать и соответственно и звук будет также через букву пропускать слова будет это нечаянно назад наша то было это знаете как раньше помните времена надо революционные когда была пленка с 12 кадров вот там себе будет так кажется быстро вот тогда было 12 кадров а сегодня 24 кадры а а сейчас делают видео то есть ну есть видеокамеры которые еще больше снимают количестве кадров получается от этого качества очень хорошие ну да вот эти большие они на плече то носят такую большую аппаратуру там наверно как раз от этого есть от пикселя называют что-то пиксель совсем другой пиксель это вот допустим раньше тот компьютер который здоровый у вас стоит там клеточки вот эти на экране они прям даже видны они такие по миллиметру клеточки у меня на нас вот а чем меньше клеточки сейчас там и эту большую клетку разбивают на сотню мельчайших и чем мельче эти клетки тем лучше качество но вместе с тем и с этим качеством он и тяжелее ролик гигабайтов тогда вот это не выгодно с одной стороны вот у меня буско вот сегодня это ровно три месяца володя дал маленький помидорчик сегодня она все утро его кота мышатница хорошая нам бы их проблемы да у нас он эти матушка завела двух индоуток купила вот так чудеса такие вообще она мне рассказывает ну как летом все происходило они настолько умные вот он за селезень и утка он за они пить захотели селезень запрыгнул но покрупнее такой по шустрее запрыгнул на ванную а она не может так он в клюве достает воду и вниз ее поет там внизу но вообще а потом соскочил с этой ванной она так его благодарила там будет целовались минут пять стояли вот и она будет я ну и трезать их не буду есть не буду говорить и она чуть не до слез что делаете что хотите то и делайте и вот сейчас дочка забрала их в общем они дочкой с мужем честно в доме живут и вот они забрали перед перезимовать себе а весной повезем опять деревню на утке говорят 20 лет живут такие вот до вашего но в общем у нас новые домашние животные появились у меня как они они ходят они за ней ходят как кошки вот я и в дом она по ступенькам и они по ступенькам за ней она будет вышла я не могу вас если вы не гадили я бы спустил дабы это простить его не могу я приехал домой отца корова там уехал в киргизию ну и падает мать очень тепло ведра выливает им коры то их там полно я говорю куда ты их расплодил да кто их какая холера плодит они сами плодятся интересно животное тоже что-то чувствует но как не чувствует если у них вот такие проявления любви если они такой любой друг другу проявляет держа говорю мы вот нас научили просто вот то что они к питомниках там где в загонах вот эти коровы стоят к ним просто ли не при приближительные отношения в постоянном шоке находится они не свободны а это из-за того чтобы унизить в себе погасить вот это и чувство любви к животному вот а показали как один бычок они же стоят в столе и никуда даже на фирмах и не выходит и вот она обещаем дали свободу освободили его там через года полтора он там так радовался для него это свобода показал сыраем целым лишь просто простоял полтора года уже даже повернуться там него видите вот люди у которых никогда этого не было никакой животины то у них навыка никакого нету вот когда показали бим там черное там белое ухо то то тихонов играет но оказалось что у кого вот бывает люди с фронта одиноки остались сам инвалиды у кого-то есть кошка собака дома то он такие люди показала статистике на три года дольше живут почему он приходит и до бим худые наши дела то пенсию уменьшили ничего не достанешь карточки вели еще от бим как-то будем жить перебиваться он он всем разговаривает душу отводит я вчера слушал как хрущева инфаркт был из-за чего что его оттуда выбросили он дома как вспомнишь и теперь никакой власти нету и у него инфаркт отобрали записи у него второй инфаркт это же самое было и у жукова маршала вот понимаешь как вот вот это внутренняя неудовлетворенность одиночество душит а уверен еще он всегда стал помолился он всегда радостно я считал про паустовского надо писатель его сын спрашивает там папа или тетя как почему ты все какой-то сумрачный темный такой с каждым днем темнее а мама все горит светлее светлее он крыцин у меня впереди ничего нету кроме лопуха на могиле а мама каждый день ждет встречи с господом своим у нее радость встречи тут горит еще нельзя уже поделать а почему вот атеисты не воспользуются такой практикой ладно но ты поверь ради выгоды даже своей тоже выгодно верить ты же вышел в светлом расположении духа постоянно ради этого хотя бы поверь почему-то отрицаешь но от жуков константин это георгий константин и что об этом совсем совсем неверующий и когда у него такие вот там его не приняли не дают ему работать не капитры ничего и он и инфаркт и это уже последний раз последний он уже лежит он там больше двадцати дней в коме был и они горит в коридоре мы горит неверующие все стали молиться молиться стали там дочь выступает там племянник и то есть это тяга мне интересно понравился это свидетельство а вольтере это же один из жутких безбожников был там с екатериной все заигрывал решил уж сына то я воспитаю но глухонемой нанял няньку и она же смотрит он там пятилетний или какой-то убегает там закус с жасминой он заглянул к нему он стоит там руки поднял или как он говорит еще делаешь что здесь горит ой говорит утро хорошее солнышко я благодарю кто это дал он не может закрыть мы сделаем бога не будет мы истребим его крестьян один говорит господин мы надея надеемся что вы солнце не закроете и звезды мы все рогат путь богу найдем откуда это все только вспомни это и у тебя все по-другому будет уже будешь кричать не мама господи помоги как пишет у нас рассказ один он племяннику говорит ты вот веришь что вот что у тебя есть у тебя голодранец а у меня смотри я депутат законодательного собрания в администрации в администрации сижу здесь что-то у меня все есть как никакого бога нет в это время ему звонят снизу там владимир иванович тут а бхс приехали сейчас подряд всех проверяет он господи пронеси мимо сразу же господи пронеси мимо вот и все а верующий он всегда молится ну а откуда это же это же так и есть что человек он потому что на душу нуждается человек по сознанию не осознает а у души то потребность есть а как ты можешь душу свою это вот я написано что люди сожженные совестью да это надо совесть свою уничтожить сжечь ее чтобы ты как бы не слышал этого уме не обращать внимание на этот голос а может кто-то да и поступать перестает когда совесть сожжена вот я сегодня смотрел ролик один ну едут это самое сейчас во всех машинах стоят как бы вы камеры такие они записывают но все происходящее на дороге да вот и они несколько там фрагментов как машины переворачиваются везет машина груз бревна там огромные вот и на повороте эти бревна падают и там другие машины вот и сзади они едут и снимают это все они смеются понимаете над происходящим как с большой спуры падают бревна огромные давят другие машины а наблюдающих над этим смеются как над этим можно смеяться что с тобой должно произойти чтобы ты осмеял это ну что сказать само воспитание сама жизнь одно то что пустота в душе и не нет сочувствия этому а это все придет к тебе вчера много смотрел последние часы жукова это ролики стоят хрущева что он перед смертью просил перед смертью уже совсем водки дайте выпить и огурец и закусить чувство пришел хрущев а что он сел то это это и то и выселилась ему как-то пришли 30 ты дрожишь ты пишешь воспоминания он говорит мне на суд божий идти могу ли я сейчас лгать такие слова сказал вот я про другого читал когда его комсомолец комсомол вступил крестьянский сын отца-то раскулащили он тут остался тут или как-то такое вот но и устроился там этой в армию взяли нормально командир вызывает его так трошин по вашему приказанию комсомолец расчет такой-то комсомолец там явился он посмотрел на меня как рукой прякнул по столу вражина пробрался в армию волчий билет ему в зубы выгнали а потом посадили и от горь когда я сидел там в это время кто-то пришел и говорит чистка идет военных рядах такое-то счастье зал командир до к тому и командир полковник был расстреляли ягар впервые играть широко перекрестился и сказал есть ты бог долго терпишь да крепко бьешь то есть вот в такие минуты нас бог загоняет ну людей человек начинает уже по глаза поднимать кверху нет ничего выхода никакого нет я горит тогда взмолился и стал припоминать бабушка же молитвы считала ягод очень наш и у меня буквально вошь заела ну очень наш и дальше не знаю а потом избавь от лукавого не знаю и спросить ни о кого сижу приговоренный к смерти ягод ни о чем не думал только молитву эту просчитать и какие-то там дальше перетрубаться и его ему заменили на 10 лет а когда уже вышел вот теперь ягод это все у меня в уме здесь стучало теперь вот это семечко проросло бабушкины молитвы они совершенно не верил вот у нас тут один был бригадиром потеряевки сейчас сообщают он умер и он горит перед смертью у него собака была там один жил уже коза там кошка собака подошла горит ему руку лежит он умер она горит зашла еще раз ему там полизала руку вышла и больше ни от кого не взяла и пищи и через сколько там дней сдохла кошка сдохла у него горит отношения были хорошие с козликом с этим и козлик отказался от пищи козлик сдох все в житиях святых иногда это описывается он неверующий был но вот это показано было жалость природы самой сама природа плащет вот я не помню уже кто тоже в интернете видел человек какой-то ну я не знаю как это анализ какой-то провел или он исторически проследил насколько возможно вот древние племена люди всевозможные там дикари дали не было ни одной цивилизации ни одного племени чтобы были люди не верующие то есть это же быть человек рождается и у него возникает потребность как пищи так или в этом это именно так вот мантель философом он писал об этом отрицать бога у гроба ближнего или под звездным небом может только явный преступник или сумасшедший вот такая мысль заложена а этот он путешествие плутарх по всему миру горит я обошел горит весь мир ну по его понятиям тогдашний мир то я встречал народы у которых нет правителя живут просто так я встречал города без стен я встречал нации не имеющие денежной системы но я не встретил нигде такого дикого и грубого народа который не имеющий имел бы веры в бога лутарх аж за второй книге написано нет а почему тогда у всех свое понимание почему причин несколько это уровень самого человека сколько он сделал преступления вот сейчас вы спросили меня как вы считаете кто больше преступник ленин или гитлер даже я бы задуматься не стал в тысячу раз страшнее и грешнее ленин это димитрий смирнов говорит большего преступника не рождалась земля а почему а почему он просил прощения у стульев у кровати у всем где он был зачем он это делал когда из комнаты в комнату тащился кое-как и просил прощения после расстрела старской семьи а точевицы пишут а гитлер а гитлер верил проведение а что такое проведение это высшее человеческое разумение мы иногда тоже можем бога назвать проведение он не говорил христа вот она нерба это общество зачем он по всему миру искал эти тайные знания которые вот эти новые изобретения не игрушка это американцы то захватили это все но и у них у них же к ним вернер фон браун то оказался то это горе действительно такие самолеты ракеты пау да так он нацист нацист ведь он эти бомбовые удары то ракетами наносил по англии почему его не судили вместе со всеми на нюрнбинском процессе он им нужен и вот здесь когда и гитлер то этом все делал искал вот это горит открытие которые были даны то это данный горит оттуда чертежи готовые были даны сегодня показывают документы то показывают значит он искал в тибет посылал везде везде они искали какие-то дыры в грузии в тебе везде что потусторонний мир почему он именно ждал он бы мог раньше жизнь покончить самоубийством позже накануне первого мая что такое первое мая бальпульговая ночь а что это шабаш ведьм что он там в разных шрастрах как даниил пишет андреев занять соответствующее высшее место и гебельствует всех детей чтобы там быть вместе и прочее тоже верили но во что а как тогда гитлер более умного человека не было любящего свою страну народ но при одном условии что нет бога если бог есть а он есть это был сатана в человеческом образе и гибель почему его было да потому что поднял руку на народ божий не благословляла проклинал вот я доходил до этого все считая собираю вместе и увидел какой бы ты ни был умный как бы ты не любил народ государства но без бога ты ничто хотя бы приобрел весь мир вот откуда откуда вот берется такое сочетание вот сейчас опять этим монахом тибетским вернусь да вот ну там где рей был да да это самое они вот давайте посмотрим на их жизнь они ведут благочестивую жизнь можно сказать жизнь ну как бы против противопоставленную этому миру да они проповедуют вот это именно нестижание да ну казалось бы близко и к нам в этом отношении веру вот и в то же время поклоняются вот с этими их масками до бесцовскими поклоняются их богу который там вытаре кайло сидит так это может вот нестижательство вот вместе с этой злобой сочетаться не только нестижательство они даже рыбу не едят они когда дождь пройдет черви ползают они идут монахи прогуляться и щеточкой с дороги червей убивают что-то переселение душ и прочее вера отслышание от слышания слова божия слова божия нет и поэтому вникать в их книги и все эти веды проще еще говорит и вот что что у них есть вот я понимаю этому мусульманстве какая разница это все-таки взято многое понаслышке он где-то взял а здесь ничего нету сплошное отрицание евангелия библии он не отрицает ну когда мы сравниваем видим почему вот это сломая почему мы до находим слове божьем больше нигде вот сегодня события дня я как раз прочитал одного он горит и под письмо священника который все это подробно пишет как он не нуждается он не нуждается если он священник я отвечаю вот дескать прокомментируйте вот это же самое очень просто комментировать он это говорит будущее если он священник действительно не со не сообразуясь с богом бог ему не нужен живого бога не знает потому если мы встречаемся с буддистами начинаем беседовать я не могу сказать а вы такие то как коммунистам ваши развратники ограбили народ нет они хорошие и монашество то практически от буддизма все пришло сюда если бы ну дальше разбирать она не пришло оттуда но она предваряла его так сказать и и как очень просто был такой спиридон он среди бурят проповедовал такая книга его вышла он был это на благовестии миссионерскую работу вел среди них и вот одна же он выступал заранее видимо по предупредили собрались ламы их священство как бы и он им говорил о боге они готовы очень очень ученые грамотные и вот когда он кончил один из них стало сказал дорогой вот вы нам рассказали и все хорошее и христос хороший вот наше учение тоже хорошее если бы наше учение люди все приняли то они могли бы спать спокойно не воруют ничего но если бы ваше учение приняли никто бы не стал спать они бы день и ночь славили бога но скажите почему вот мы ждали когда пройдет железная дорога вот это сообщение с миром будет мы радовались этому но вот как провели железную дорогу дети перестали нас слушаться жены наши стали болеть болезнями носы проваливаются у них валяются наши жены вы говорите нам о христе а у вас рот в крови я горит стоял оглушенный я ничего не возразил а у меня говорит там конь привязаны два мешка сухарей я ехал питание то было с собой я горит на коня и не мог залезть я взял опаду сы и сгорбившись пошел дошел до леса упал и до вечера лежал вниз лицом и плакал господи какой урок я сегодня получил люди сплошном заблуждении находятся и они лучше нас вот это ваш вопрос почему как мы перед тобой господи ответим на за это потом бревна падают а тут бы только увидел он он бы не знаю в какую сторону поехал и рыдал и плакал виде и нет даже даже говорит герман герин когда показали советский фильм как там в освенцами трупы бульдозером в ямы сваливает и смотрят на него он прослезился человек железо о нем все отрица не отрицательно отзывается а тут а это бревна падает давит там кого-то сбивает может машины в них ударяются они сидят смеются это отжившее поколение не нужно это манкурты у них ничего нет на уме как в англии в американской школе спросили девочку что самое главное самое главное для женщину ты растешь что самое главное для себя вот что с кто бы сказал что-то она ответила одно самое главное показала это то чем занимается женщина и мужчины мальчика спросили а что самое главное деньги деньги еще раз деньги вот и все вот откуда все идет они так научены они учатся они разные там эта медитация у нас молитва господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного эта молитва короткая но еще есть короче господи помилуй вот и когда человек больной не может читать один монах говорит ну что не могу очень наш как до конца дочитать читай иисусова молитву проведать пришел он говорит не могу уже сил нету но лежит там парализована или что но считай господи помилуй и когда сказал и это не могу все пора уходить а у них оманы пармаху вот и сидящий на лотосе о он выходит оманы пармаху и наконец он доходит до совершенства выходит на звезды смотрит и о вся молитва о это наша молитва господи помилуй где они эти люди будут которые не слышали это один вопрос который слышали отвергли это уже другая статья им а если они о христе вообще не слышали и они такие были об этом послании кримин говорит господь будет судить по совести который их то судила то оправдывала и поэтому говорить что там будет по нашему нет там будет все по-другому как мы думаем не открыто вера от слышания слышали от слова божия почему нужны миссионеры благовестники а их и нету то есть единицы остальные только к себе подгребают вот православный ходит я миссионера православных практически не знаю может быть 23 благовестники до проповедники это проповедники гитлер проповедник и маус задум проповедник люди не понимают даже различие в этих словах а это значит полностью должен довериться духу святому и дух святой покажет говорить или не говорить что именно говорить сколько говорить какой вывод сделать из того что ты от человека узнал они этого ничего не знают вот у сектантов он подходит и и сразу мне рассказывать знаете вот христос приходил на землю он умер за наши грехи а я стою и слушаю его проходит минут двадцать доход вы хотите верить я говорю почему вы мне спросили верия или нет я это все знаю 50 с лишним лет как знаете ну почему у вас всех одинаково то берете хватаете я сначала послушаю поговорю посмотрю а потом что-то скажу выбрать надо из того что нужно увидеть где у него там то место больное на которое господь не я господь может надобить у миссионера это у него идет там работа десяти академии они этого не знают ему бог открывает не человеческие знания а сегодня вот она идет кричит эти люди возвещают путь спасения как он увидел что это дух такой-то выйди из нее один из моментов собирается идти васю дух не допустил там пошли другое не допустил что делать так там же ждут нас не могу павел не может и вдруг ночью является муж македоньянин как видимо чернявый югослав приди к нам помоги все теперь идем сегодня нет сегодня икона явится икона тут монастырь построят икона пришла икона на дерево было иконники страна икония у миссионера этого нету он только прислушиваться я по опыту знаешь знаете вот по опыту общения ну с различными как они себя называют конфессиями с людьми узнаете больше всего что их цепляет вот непосредственно ну конкретно вашем общении с ними когда вы их называете сектантами это самое больное место когда и вот они я тоже давно общался с людьми и вот они как бы обижаются на вас сильно за то что вы это говорите и они говорят ну пусть он не называет нас сектантами и тогда будет все по мы готовы любого его принять только бы не называл сектантами вот еще вы вкладываете вот в это слово пускай идут с коротовскому для него они не сектанты а зачем пришел тогда непонятно потому я должен сказать одно слово и это не я определяю это классическое определение несоответствие учению которое идет церкви и нет рукоположение поясняю вы лучше если взять 100 баптистов 100 православных ну какие-то весы взвесить по нравственности не пьют не курят хорошие семьи хорошие работники но бог смотрит она что для бога не это главное для бога главное чтобы мы приняли его они уверовали и были в церкви они не в церкви вот меня я вел занятия в университетах когда и говорили баптисты там приходят ну как вы неужели думаете что дух святой не трогал людей от я был наркоман я вот там приходили баптисты зону я тому обратился я говорят бога тогда тут православные священники сразу вы как имеете право то говорить какой же вы православный то вы сами сектант какой там дух святой они против церкви ребята я же не сказал что рай открытый я сказал о том что всякое доброе даяние от отца света в павел говорит их никто не может назвать иисуса господом как только духом святым эти фразы вы объясните православные вообще не хотят видеть этого но написано так никто никто не может назвать иисуса господом ни один мусульманин его не может назвать господом ни один буддист это речь идет о миллиардах а как духом святым вот они уверовали ты был наркоман уверовал а дух он взял тебя и на первую ступеньку поставил это от бога но далее ты должен шагать дальше ты переходи дальше ты должен церкви быть ты уверовал во христа теперь а где церковь почему туда да где в лесу где бы ни были молились тогда церковь не нужна где двое или трое так он христос сказал я посреди я посреди них но не церковь еще как христос и не церковь христос установил определенный порядок вот он двое или трое молятся молящиеся ему и он помогает духом святым в нужном направлении почему ибо не знаем о чем молиться как должно дух святой ходатайствует за нас вопия воочи в эти слова то примените вы не по библии рассуждаете это они не знают этого почему вам во время разговора вы не приводите место писания ни одного вы не можете сказать дух святой покинул вас вы остановились на этом теперь бьетесь против икон а иконами был уставлен весь храм где был христос и говорит мой дом дом молитвы наречется я вот о чем говорю и мне нравится но я обязан сказать иначе меня с меня бог взыщет я обязан сказать одно слово почему вы не в церкви отсеклись от нее а всякую ветвь не приносящую плода отсекает какая какой плод ну давайте так вы хотите павлу подражать подражайте мне как я христу конечно все согласны все вы просите мне давайте подпишемся подошла вы назад не отступали да ну зачем я подписываюсь подпишитесь подражать будем павлу но все остановились ни один не подписывается а почему а тут другой дух ходит я их сразу обнаружу я с ними 50 с лишним лет разговариваю 50 это не два дня как один из chicago написал они они не всегда обижались на слове обижается всегда почти но не все вот а он говорит я в интернете нашел православный библию знает обращенный рожденный свыше вот а как же так я только не встречал я говорю сейчас горит так его смотрю но когда кто видел что он называет нас сектантами знаете мне до того противный он сделался все мне не надо его благоволение искать но а другой говорит и что интересно он горит баптистов на меня в пух и прах разносит а они его уважают то есть они на другом уровне чувствовать я могу показать не один не два баптиста которые пришли стали православными я им сказал одно без священства рукоположенного от апостола хератония нет церкви но более подробно заряди в интернете на посе посмотри вне церкви нет спасения иларион епископ секретарь патриарха тихона да посчитай там подробно деяние апостола 14 23 к титу 1 5 объясните что это означает евреям 7 7 3 4 места писания объясните ни под каким видом не хотят беседовать ни один ни два 50 лет ни одного еще не было а которые были которые согласились все до одного стали православными бог сразу открывает этот шибер это задвижку эту убирает но я печными терминами пользуюсь вот почему наше я на первом месте а я должен склониться и сказать как тебе угодно вот за сегодняшнее за вчерашнее число за 17 события дня там я защиту это стих от это письмо к одному кому-то там а он мне его перекидывать это прокомментируйте это письмо письмо грамотно видно человек академию кончил не в конце я написал большое письмо прям большое я его все сегодня засчитал за 17 я одним словом обе ложь он еще мне нуждается он то другое нигде не видно что он библии считал ни в одном слове у меня спросили так я сейчас даже не могу сказать говорю я не молился он отвечает на любой вопрос какой бы не задали вот есть максим каскун его спросили про меня а он говорит то так как сказать то я могу сказать что я ему внукам отношусь у него фаст обратился от фаста недавно его спрашивает опять внизу не ролик каску на его спрашивает про икону а он говорит а вот форум вам игнатий лапкин там вы все найдете я сниму к и не беседовал и ничего почему он так отвечает насчет совесть пробужденная а сожженный в совесть он бы сказал только не подходи еретик сектант я сектант а 15 уже лет исследует мои книги а я сколько роликов 5800 до меня голыми руками любой ребенок возьмет из то что сказал по сегодняшний день не вызвали в качаева разбирали сергей лаври там дворкин когда еще был своем апогея славы никто нигде епархии там тульская кемеровская какие только не брались сенсорские отделы нигде никто ни разу не вызвал ничего нету ничего а почему она то слепящая красота первоевангельской истины церкви вот почему они видят что они не такие и не могут быть и не может быть знаете как я хочу сказать по-своему они правы но сейчас в любой храм зайди в любом городе россии в любом сирии и ты увидишь там идолопоклонников там одни идолопоклонников любой абсолютно без разницы ты увидишь что люди ходят и ну как бы целуют вот иконы почитают их за живого бога но есть поэтому поэтому они говорят и настаивают на этом но тут все еще требуется подробности вот по-любому вот они ходят там целуют у нас никто не ходит и не целуют почему такие же самые люди ходили целовали теперь мы беседуем где-то и там в храмах они эти люди перестали ходить целовать работать надо они идолопоклонники нет они верят во святую троицу веру и считают живут по-христиански причащаются они так научены они является ли это отступлением бог разберет но это не надо делать чтобы ходили все время там если икона это первый образ кому поклонение относится зачем тогда казанская иверска разделяете прямо иконе праздник на иконе тут они правы но это же надо пояснить я знаю а если они кланяются не является это полным отступничеством от бога не является никак потому что она верит так понимает и церковь приняла иконы но тут должен быть определенный градус никто ничего не понимает и у меня тысячи десятки тысяч людей писали рамой середине единицы которые мало мальска что-то понимают нужно икона для того чтобы я сговорю недавно мне письмо написала женщина просила для кота своего ну одного там целителя икону заказывал ну что вот они не знают объясняю а там на десяти тысячи может быть один понимает а ты скажи человеку такая вера не нужно начинаешь объяснять им это не нужно им нужна вот именно такая вера до обычная на писание об этом говорит писание они горит любят это и дальше поясняет пророк что они любят они любят и поэтому тем более священник травит против вот мы сумели это сделать сумели потому что трудились объясняли людям надо говорить и трудиться православие это истина на которую нанесли вот и григорий петров говорил и строится не царство божие от царства попов и монахов вот эти пристройки объяснения с иконами я говорю скажите 2 миллиарда мусульман вы видите что делается но если бы сейчас вам сказали в самом начале мусульмане были против всякого изображения потому что он слышала там мухаммад то и так и делал вы откажете от икон что мусульмане вас не взрывали не откажитесь я с баптистами разговариваю скажите апостолу павлу хотите подражать вот дальше начал говорить он говорит если брат соблазняется не буду есть мясо пить вина подпишитесь под этой фразой все попятились почему утроба несытая но вы знаете великий пост идет живете среди православных вас две семьи здесь все остальные православные почему вы от мяса не откажетесь а демонстративно идите для православных того антихриста настоящие почему ты не смиряешь не порабощаешь плоть докажет она наш храм вот храм ты ухватил дать вани храм домино печь черповецкого комбината вот такая утроба в дверь не влазишь как какой-то храм храм в храме должно благоухание молитва быть какая у тебя молитва то ты молитвы наши утренние вечерние посчитай сколько там заложено своими-то словами ты не разгонишься ты считай псалтырь какой охват какая поэзия социальные считают то есть она для них не молитвенная книга я их очень хорошо знаю я сколько времени у них проповедовал с капиталь будучи православным вот он выходит пресвитер и говорит вот к нам приехал называет меня все оттуда там он православный но он знает слово божие послушаем все я только сказал слово только сел по вопросу с капиталь и почти он сказал говорит вы поведете все собрание не не проповедь хотя все собрание в это время согнулся чтобы его там не сильно видно было другой пресвитера а там на другом языке республиканский вы останьтесь у нас сейчас наше собрание будет на нашем дагестанском языке у вас перевозчиком нам обязательно это надо и только закончил другой подходит у нас на чеченском языке вы обязательно скажите слово а вечером с молодежью я восемь часов у баптистов проповедовал в одном доме молитвеном они этого не знают папы наши но найдите мне чтобы какой-то священник один будущее православным один и чтобы его просили и он говорил проповедь не уступая ни в чем заблуждением их и чтобы другие находящиеся здесь пресвитера по ихному мнению пресвитера для нас они миряне и они тебя снова просили когда уже выслушали они не на меня нападают наш епископ и тихий называл меня супер православным они просто неправославным наш митрополит я говорил вам прошла серьги нашему илариону говорит а чего так называют игнати там сектант потому что завидуют а почему завидуют воша сами ничего этого сделать не могут это местный патриарши митрополит серьги говорит это истина абсолютно истина вот я вернусь по поводу чревоуводия не священник большой ну там под роликом переписки вопрос задал я сейчас открыл его зачитаю не целиком а так вот вот он я там сказал что чревоуводники царствие божие не наследует вот и он попросил из писания показать где где именно написано чревоуводников но я ответил ему вот и потом он опять спрашивает насколько каноны церкви от отлучают чревоуводника от причастия или на сколько отлучает пьяниц на два года пьяница чревоуводника сейчас сейчас секунду я сейчас читаю до конца а я не там начал читать сейчас ниже одно дело человек убил или прелюбодействовал тут все понятно для монако в первых веков чревоуводием считалось съедение вареной пищи или вкушение пищи более двух раз в день где-то граница превращает вкушение пищи более двух раз в день а где-то граница где вкушение пищи превращает творение из нее бога неужели у всех полных епископов чрево является богом вот он спрашивает границы как ты можешь угадать чревоугодник он или не чревоугодник как вы определите ну чревоугодник то что выше нормы вот когда был отец кирилл сахаров у нас я ему сказал даже безбожники это знают какой вес даже ты хочешь узнать чревоугодник ты или нет вес твой вот у меня рост метр семьдесят два нужно сто пять отнять сто семьдесят два сто пять от ними еще получается у меня маленькой ниже уровня даже этого 64 сейчас может даже мой миль килограмма и рост а как узнать чего угодья где-то ты определяешь она сколько отлучает отлучение нет за это нет канона такого написано так без страха уточняют себя златоус это высмеивал проповедях везде как город к осаде готовится тебя что горит жертву хотят принести ну жертву чтобы тучный жертву тучную вознесу как будто ты баран какой-то жирный вот отлучение за это нет а у нас и толстый но он умрет рано еще что-то будет ему самому то с такой показывает там кто-то священник или кто идет а такое пузо у него на тут а народ бы не вышел то а канонов на него нет никаких нету канонов на пьяницу два года как он бросил пить два года отлучен на это есть пост не соблюдает пост два года вот нарушал пост на два года а он в это время соблюдает ну два года пройдет это соблюдение будет уже защитена ему я говорю про канон и ими очень много занимался но да как написано написано я говорю что написано даже вот такой простой вопрос если простой как будто бы если у баптиста в дух святой не знаю момент обращения был это я могу доказать надо опираться на священное писание как серафим саровский говорил он должен плавать евангелие вот он должен к нужному берегу при приплыть без страха уточняют себя 72 псалом выхотелись от жира глаза их отсюда бродят помосты сердце злобно разлашает плевету говорят свысока а блуд и человека так сказать объедение они связаны между собой это в одной упряжке идут и все вот очень не могу вот вот только глаза закрою говорит там горит голая девица стаями как этот филиппов говорил собачьем сердце он горит я молился о тебе а твоей по чревной страсти и господь показал главное это чрев на и у тебя ты не давай ему не подкладывай пищи огня не будет что есть вот невинной пруденции у николая семена еще лескова хороший рассказ об этом как он полюбил язычник она христианка не может отбиться наконец на остров увезла его и вот в пещеру залезть он залез она лестницу убрала слезть и не может и дальше она стала готовить прошло дня три-четыре он полумертвого снесли оттуда она там горшок комп лов сделала вот выбирай тут роскошная ложа он даже не поглядел скорее когда поел а ее уже нет она уплыла служанка осталась и когда мать приехала там ефросина и как же сватизация уже она держала двойню на руках погаси эту страсть чревную а потом по чревную вот откуда и это же с разных сторон надо ее долбить а вот столько то я удержу один опускал руку в кувшин как обезьян ловит сколько сухарей возьму вначале полный кулак захватывал и не мог вытащить это все это все для него для монаха а человеку который верт раньше пилили бревна повдоль для него как раз нужно было четыре фунта мяса и церковь никогда не ослужал конечно если нет поста она вся энергия у него уходит а человек сегодня для туалета живет если все обработать туалет как может земной шар кормить несколько лет если от отобрать жиры и проще что выходит а к этому подойдет подойдет обязательно подойдет вот сейчас эти фекалии все выпускают дети счет он сингапуре обрабатывает и он пришел и дал пить там советский был так как он горит замечательного до категор оттуда взяты это с туалета вот такая обработка идет в германии германии ресторан есть где готовит готовит очень ну вот видишь как а я задавал загадку скажите вот сейчас вот человек сморкнулся он сблевал и прочее и такая машина есть на ваших глазах это все там жук там лягушка мышь и все это в машину перемешала и оттуда идет пища хорошая там сосиска или что-то вы будете да конечно нет смотреть даже противно вы говорите это противно я говоря курица все это ест вот она мыши мы показываем за мышью все бегают червяка есть блевотину съест сморкнула нас ест все съедает и вот она обрабатывает внутри у нее там аппарат такой есть и это яичко ты не знаешь покупаешь у тебя и глазуне и что угодно будет и ты сделаешь это и будешь есть и знать не будешь почему божья божья человеческая большая разница почему доверяешь курицы то не доверяешь химическому заводу и все ладно это говорили слава иисусу слава вот я у меня тут болела те дни как бы не болела у меня повреждена плечо-то и воспалился опять нерв я вверху так вот долго там откручивал и это меня 55 лет назад один меня руку выкручивал а другой рванула этом в мундире одеты и повредили нерв и у меня 55 лет я разуваюсь раздеваясь вот так стягиваю виктор андреевич меня натер более в плече там нерв очень больной у меня очень сильно болел я три дня только сидел на кровати вот так вот раскачивался не сна ничего нету 15 лет назад у меня было я даже больше разносил библии и лямкой натерла я разделся весна была и вот несколько дней назад он один раз натер мася ставил не буду натирать я уже уснул уснул сейчас легче сегодня даже руки поднимаю три дня не мог поднимать я благодарю бога всегда вспоминают болит плечо а я сразу господи а как же брат сергея это все терпит я вышел на улицу он лежит полез голубям он лежит боже всемогущий да как это я даже прикинуть не могу на один день твою болезнь себе и поэтому для меня живой пример это я не в похвалу ничего просто говорю как еще случится я сразу вспоминаю вас и замолкни замолчи все сам себе говорю мне а мне удивительно даже почему люди него а мне вот такой господь дает смирение что я спокойно к этому отношусь я даже не знаю а мы а я думаю я только для этого и предназначен мне кажется что а как иначе так и надо жить он уже настолько смирился привык к этому мы работаем с ребятами я долго рукой это молотил там вот и рука вот так вот даже согнуть не могу всю жизнь работаю и говорю это что доработал а как же брат сергея наш и все и кто-то что-то заболеет я сразу на вас показываю игры и умолкни и чтобы не было ты вообрази ты сейчас пошла сама даже больная там в аптеку или куда-то он никуда не может пойти только одна мать это легко ли и поэтому бог дает нам живые примеры как маяки чтобы смотрели и сравнивали не после после трех лет уже человек адаптируется но он человек такая твари что привыкает к всему я очень жалею вот людей парней молодых которые попадают это привыкнуть к этому первый год вот как люди привыкают вот это муки это просто непостижимо их невозможно представить ну вот а через три года уже легко переносится вот первый год главное нет нет нелегко как вас выходят эти камни вы сказали раздирает даже другой раз я представлю ой 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 и все больше ничего не могу как это легко когда все с крови из вас идет там разные трубочки я скажу у меня вся промежность зажимается боя болею прямо там вспоминание о вас здесь здесь конечно это редко бывает поэтому привыкнуть сложно поэтому я вот перед отъездом из деревни полтора месяца наверное лежал у меня эти ставни закрыты были ну я работаю по ночам а днем сплю и даже не видел как осень наступила вот вы видите я уже настолько вот ну как бы не чувствую этого мира я не он настолько далеку уже ну мне даже не интересно что там происходит меня вылезли а тут уже все листья облетели осень димана помоги тебе господи вот у нас тут воскресенье было выходили в церковь у нас была еврейка фаина соломоновна ну и она не была членом но она была среди нас а потом взбунтовалась я сказал город судя по всему что написал даже в книге вот как евреи поступали там иерусалим на по наполнил от края до края кровью там сады ки этом какие были цари и что они делали христа распяли вот создается впечатление как будто бог ошибся что избрал такую кровожадную нацию самая кровожадная игры в мире как она взыграла а знать что я знаю с людьми евреями там с банкирами а вот если они узнают что вы говорили так я говорю уже подарил им книги там все так так она потом разносила бумаги там на меня ну там что критикую как бы а потом в конце написала да вы любого жида за поезд заткнете не еврея и где жида и вот она недавно ехала в автобусе и дернула упала она сломала там бедро шейку это опасно так и сказали она в больнице ее посетили наша сестра и она мне передает чтобы я за нее помолился я сразу сказали в пятницу воскресенье я уже был у нее в палате будет ролик такой как мы там были с ней уже старого ничего нету не вспоминается нету она нуждается в помощи говорила она там все пустое она там левашова подсовывала как вот у вас там то другое все по-хорошему у меня у меня бабушка она польская еврейка была ну то есть у меня если по еврейским законам да то вот тетка моя отцова сестра родная она уже как бы по женской линии она еврей когда отец у меня уже если он рожден от русского то он уже считается не еврей да они неправильно судят только мужчина считается евреи перевернули все женское неправильно семя мужское семя авраам родил исаака не говорит сара родила исаак родил и дальше перечисление идет только по мужской линии это они не знак или не знают или да как так написано везде накормил я вот хочу спросить как считать пока к ней или как от господа как они же свечи неправильно они вымыслы их не а что считать эти родословные бесконечно родословные павел назвать нам это не нужен мы просто говорим как бы вникаем в историю как это было володя пошел на работу простить с братом пошел благослови его давай володя выйдут от них никак в этот вопрос даже вникать не надо кто от кого чего главное что нас избрал господь а православная прямо вот сейчас выставили на меня ролик то подлинный там ли я сказал я избран и как они это я сказал вы нападаете вы будете то это будет они на это тоже многократно многократно повторяют ребятишки маленькие что избран ты откуда заряди слова избрание господь говорит избранным святым я даже сейчас минутку буквально одно раз разговор зашел сейчас слово заряжу скажу вот слово избрание только в канонических 62 и еще 19 62 это был за это 81 81 раз говорит бог об избрании они как огня боятся грешен и многогрешны супер грешны гипер грешны да кто за тобой пойдет а ты свидетельствуя о боге а его любви что он тебя избрал а без избрания много званых мало избранных если я не избран ничего еще и не было слово избране православных как огня боятся у нас видите у нас не принято у других там где номинациях у всех сектор там бред принято это нормально воспринимают а у нас еще просто приучены можно научить людей этому но она и на приучены это хорошо что приучены но научение-то господне надо куда то вот допустим в новом завете я сейчас только покажу сколько так 1 петра 2 9 но вы рот избранный царственное священство народ святой люди взяты в удел чтобы возвещать совершенство призвавшего священность не молчать а дальше 1 петра 5 13 приветствую вас избранная подобно вам церковь это ни один и два раза ваше избранье 2 1 10 2 и она 1 1 старец избранной госпоже приветствую тебя дети сестры твои избранные то второе и она 1 13 павел 1 1 избранных благовестию вот так кто может это обвинять избранных божиих римлянам 8 33 9 11 то то есть везде приветствую руфа избранного в господи римлянам 6 13 куда не глянь а православные боятся и как можно то есть вопреки священного писания я сказал что-то неладно они не могут сказать ну почему если я знаю что я из бои как избран ну а почему вы определяли что вы избраны ну потому что мне бог доверил матфея 20 глав 16 стих говорит много званых мало избранных и 22 14 опять повторяет это но ради избранных сократятся тени не один а все избранные которые на земле 24 22 вот так чтобы пристить избранных 24 24 говорится почему боятся от этого слова потому что не избранные ну потому что человек завидует человек я не знаю избранные он всегда понимает о чем говорится то они не знают свободу вот когда у нас был митрополит служил у меня попросил прямо во время богослужения я подходил когда там в алтаре был я не захожу но тут зашел по то я чтец имею право я снимал и он ко мне наклонился когда к кресту подходили он говорит скажите проповедь чтобы митрополит просил я фактически мирянин тоже найдите много ли часто ли бывает значит доверие полное я сказал сотворим его по образу и подобию нашему взял одно подобие свобода может слышали даже что такое свобода я говорю патриарх не свободен кто в системе находится не свободен андрей кураев говорит вот я говорю а мне не все равно говорит а я думаю что епископ скажет как подумает там а игнатий это все равно наши соборы тем более говорит какие соборы не вселенские а вот сегодня решение приносит этих самоубийц отпевать можно и проще как я могу с этим согласиться никогда в церкви такого учения не было смотря что вы называете системы некоторые само православие называют системы учения наши наши догматы называют системой тоже правильно но мы даже тогда разъяснить как вы сказали тогда сказать что в системе я понимаю зависимости я говорю а почему ты молчишь а меня сразу уберут ягоду ты же видишь обижают его почему молчишь идет эти допризывники там выпили провожает и он майор ведет их и как матом загнул там новосибирске на вокзале внутри я подошел почему умолчите милиция сейчас 7 я подошел почему никто больше не подошел ягоду на вас смотрят вы еще не увели теперь убивать их то будете зачем эти слова говорите ну проведите хотя бы их и там скажи ну чего ж ты прилег так он еще не солдат присягу не принимал почему он молчит я говорю вы видели вот так то так то неправильно ты епископ почему ты молчал так меня сразу запретят то есть он в системе находится но ты можешь сказать вот это сказать правильно по слову божия но не могу у нас так не принято но этого нигде не написано иконы это установление божие но поклонения нету а поклонение икона мне одного слова библии нету я должен до конца договариваться до конца не смертельно я любовь-то свою так выражаю через образ мать получила фотографию от сына в армии она взяла и поцеловала и да поклонится она или нет чувство любви выразается различно и к этому не надо принуждать если человек любит он первым подскочит и в трамвай посадит и везде на доброе дело не надо госпинка давать и поэтому везде надо знать что сказать и где грань за которой смертельно там я уже меня там нету а икону мощи мощи все захоронить да как же у вас я подхожу и поклонюсь сергию радужской я тут был поклонился поцеловал раку его я признаю но не так что без этого нельзя вся мощь в мощах нет и навязывать я никому не могу нигде указания нету чтобы я мертвым урезал ноги а потом за костями за этими гонялся это труп еще за это на меня это мощь я труп мощи труп это трупа поклонники мы но это не смертельно я знаю где грань за которой нельзя заглядывать но я сам я сам с радостью поцелую икону я и ибо одну и тоже как вы говорите вот но дело в том кто относится к этому вот так учить надо учить надо я подошел к одному а он магистр богословия я могу назвать борис пивоваров в академгородке сейчас брат родной александр пивоваров который сгорел в машине протеерея я ему говорю заходят бабки и по иконам склоняется и там целую там георгий победоносец на к бьет змея они не достают змея целуют это смотри змея целуют он внизу змеет а георгий-то на коне его там не достанешь вы поговорил с ним на малейка то учите я да я не ожидал какое проходит какое-то время он написал трактат 94 кажется странице игнатий иконоборец ты понимаешь нет я сразу понял иезуит инквизитор но когда он с этим материалом сунулся к архиерею архиепископ гедеон до кукин был он ему только сказал отец не тем занимаешься не надо этого и он когда его посетили в печку бросил этот трактат и сжег даже замещание только сделал смотри что 94 страницы написать это это грамотный человек вот у нас канонизированный миссионер был глухарев архимандрит макарий среди ой рота трудился кажется 475 человек крестил ну он переводчик священного писания был до кота борис пивоваров большую роль в этом сыграл тут он положительно надо уметь разграничить я беру даже добрая даже от самого недоброго человека от ленина фраза одна он говорит наша радость от трудовых успехов от трудовых побед мне очень нравится эта фраза но или вот любимец гитлера ницше а он сказал я отвечаю за свои слова они зато как вы их поняли здорово для для чистого как написано все чистое на как сказали еврею для чистого все чистое до левитом 10 10 а это павел говорит отличайте одно нечистого нет нечистого на сквернины ум их и совесть и все об этом если я даже поем не положено есть звероядину но протопопа вакуум и я прикоснулся к ним потому что там 400 человек от голода умерли воевода пашков уморил а там зверь растерзал нашли какое-то там неизвестно кто лось или кто долбили и мозг выдолбили но когда вернулся молитва очистительная в церкви существует нам от церкви никуда нам без церкви смерть если церкви нет это смерть это значит я должен вот так вот шататься где-то на одной доске переплыть где-то церковь это корабль я если сказал критикуете я не критикую я говорю это не по писанию что вы делаете то где это видано такое чтобы все на торговле было построено он и знал торгашей то начнем с этого очень просто а как а как у нас у нас тоже висит ящик с тарелкой не ходят пожертвование на дело божие кто щедро сеет тот щедро пожнет у нас вообще ни разу никто не ходил почему мы в уставе несли свечки не гасят огарки не воруют она догорит помигает и погаснет у нас запрещено гасить свечи это можно вести в любом храме начните с малого свечи чисто восковые ни одного миллиграмма чтобы не было ничего нигде чисто восковые с пасеки воск дако без свечей без свечи вообще никакой роли не играют но так принято у нас мы зажигаем зажигаем якобачки нет свечи 3 зажгите обязательно свечи горят во-первых для соблазна чтобы не было но во-вторых перед глазами свеча как там я православный я привык к этому тихо ладно у меня работа стоит так и у меня стоит как у заключенных говорит лежишь ли или бежишь ли говорит там говорит а срок идет с богом с богом